Субтитры делал DimaTorzok При этом выигрывали лишь Liquid дважды. Почему лишь? Ну, Liquid это не самая сильная карта. Но вот Fnatic'ом они проигрывали. У нас начинается катка, вторая карта. Надеюсь, вам все прекрасно видно и, конечно же, слышно. Если вы будете испытывать трудности с просмотром этого матча, обязательно пишите об этом в чат. Пока что Frozen расписался на лице ноуфрага, поиграл там немного в крестики нолики. У него по 250 на руках. Он в контроле центра. Пока его тиммейты будут резко выходить на длину. И посмотрите, какая складывается интересная ситуация. OG-то готовились к приему B-Plant A. У них был укреплен коннектор, был укреплен шорт. Но все это пошло прахом. Ведь Maus нащупали свободную зону, ею воспользовались, прошли через длину. Разве что по стрельбе немного не пошло. Ладно, там у Декстера, но Frozen мы видели. С P250 он ничего не смог показать. И теперь на этот ретейк появляются варианты. Время, конечно, тает. И пока что китов на руках у живых игроков мы не видим. Но, может быть, они где-то валяются. Подбирает Декстер Глок. Понимая, что надо будет ему идти на сближение. Однако позиции уж слишком хороши были у коллектива Maus. Они шикарно разменялись при ситуации 3 в 3. Счет 1-0. Maus повели. Что тут можно сказать? Сеня, теперь ты вернулся? Да, да, да. Я вернулся. А здесь просто ты так неожиданно начал, мне кажется, или ожиданно? Ожиданно, конечно. Заканчивается основной стрим. Подхватываем мы. Сразу начинаем говорить. Неважно. Чего ты ждешь, Сеня? Легкой победы 2-0 от Maus или третьей карты? Да, как-то вот я не знаю. Я просто застал аналитику перед матчем немножечко. И там как-то так все говорили. Ну, они, правда, за Maus были. Но они говорили, что мышки, типа, там давно не играли. А вот ОГ более стабильная команда. А при этом смотришь на вот этот состав уже ОГ, да? И понимаешь, что они-то мало между собой отличаются. То есть, что те молодые, при этом у них есть, как бы, опытный капитан, да, Некса. Что у мышек, как бы, все такое, все то же самое. Опытный капитан Декстер. Но у мышек, наверное, еще Фроузен есть, который успел застать Керригана. И помнишь, там вот 3-4 месяца доминация мышек была прям. В 19-м, типа, году какого-то, да? В 19-м году, да. Там Epicenter, что-то такое, вот они выигрывали. И, соответственно, вот тогда Фроузен тоже был очень хорош. Ладно, у нас тут пока ситуация 3 в 3. Выход на Б-Плэнд от атаки. Бомба устанавливается. Некса пытается реализовать Диггл. Его, по итогу, забирает Декстер. Он остается... И Декстер, при этом, из команды ОГЭ. Декстер со Скаутом остается на балконе. Ну, второй армор, как бы, и Скаут, наверное, надо сохранить. Так вот, продолжим. И, соответственно, по сути, две очень, в этом смысле, похожие команды. Но вот одна, по мнению, там, аналитиков нигде не светилась, не играла. Другая где-то там проигрывала. Но, как мы видим, Инферно, ну... Да, вот если там забрать название команды, какую-то предысторию, да, то ты, как бы, не поймешь, какая из них тренировалась и играла на турнирах, а какая из них, там, не знаю, ППЛ катала. То есть, в этом смысле, очень они похожи. Но при этом мышки сильнее. Поэтому не знаю. Ну, наверное, пик Маус Спортс теперь, да, если возьмут на оверпассе 7-8 раундов, ну, наверное, да, близко будет к победе. Вот это их цель, наверное. Наверное, цель любой команды быть близкими к победе. Ну, это правда. Маус — это команда, которая, с одной стороны, имела большой прерыв где-то 12 недель между официалками, ну, то есть между текущим турниром и их последним отыгранным, который они катали еще в рамках AEM Rio Major, где прошли достаточно далеко. Но, с другой стороны, это все-таки коллектив загадков. Рознан здесь нормально выехал, раздал через шорт, собрал флеймза, собрал фику, продолжает зарабатывать деньги благодаря киллам. Следовательно, 5 в 3. И что делает Маус? У них уже и занятый центр, у них есть болото, очень много спейса. Уже не терпится посмотреть за оружейным раундом. Но пока, Эка, ты слышал про драму, которая развернулась вокруг команды HC? Они вели 9-2 против Liquid на первой карте, а потом все-таки проиграли 16-13. Очень жаль. Не находишь. Ну, потому что HC все-таки молодая зеленая команда в этом смысле. Поэтому не стоит от них ожидать сенсации и постоянно побед. Они в этом смысле большие в любом случае молодцы. Мне повезло, и в рамках этого турнира я дважды комментировал их игры. Вчера с тобой мы тоже удивлялись этим ребятам. Но так бывает, когда ты все-таки неопытен, да, то против тебя команда вроде Liquid, более опытная, она, конечно, может камбетчить и тащить даже в какой-то момент проигрывая с крупным счетом. Это, собственно, во многом и отличает молодых и зеленых от старых перцев, прожженных, которые, может быть, не так хорошо стреляют, может быть, там где-то друг друга уже не слышат, но в любом случае они умеют собираться в необходимые моменты. Причем касательно не только Liquid, да, а касательно любой там такой серебрион-тир-один команды, которую там молодые ребята перетреливают, где-то переезжают, там счет уже 7-0-8-0, но в итоге опытный тир-один коллектив, он может в какой-то момент там поставить паузу, собраться и потихонечку начать, начать. Потому что у тир-один команды всегда есть психологически много историй, когда они камбетчили вообще по жизни, понимаешь? И это отличает их. То есть они понимают, ну пускай 8-0, ну пускай 9-0, но против кого мы играем? Мы играем же не против там серии там Маус, да, каких-то, а мы играем против AHC все-таки. Значит, мы можем закамбетчить. И начинают потихонечку там выводить на 9-5-9-6, и дальше уже совсем другая игра получается. Да, да, так походу и было. Хотя ты так сказал, знаешь, эти старички, которые друг друга не слышат, ты так реально воображаешь себе старичков, которые сидят типа что? Не, ну я уже гиперполизирую, да, типа, да, такая, типа, 70-летняя там эти, знаешь, там, что ты сказал, типа, а где он? Где та на гробах он? Да нет, а где он? Так, пока Nexa. Nexa здесь прятался на болоте, хорошо принял Фрозена, который заходил сюда через короткий, знаешь, на коннекторе. Тоже кто-то есть зонится и с Макомых, а Ешку дальше отправляет следом под JDC, у того минус 39 кп. Но, в общем, оружейный раунд пока начинается не очень здорово для коллектива Маус. Плюс мы видим, что у OG достаточно подвижный дефенс, вон Неофраг прожался через длину, слышит прекрасно, что раскидывается Аплент, а значит для него образуется окно возможности зайти в спину. Торши, правда, Неофрага щелкает. Флэйм заразменивают. Прочти... А, так это спину... А это спину и забрали, вон оно как. Последний момент игрок Маус развернулся, и Декстер промахивается. Это было критически важно. В сложившихся обстоятельствах три против двоих. Может быть, размена будет от Nexa? Да, стреляет этот капитан по-прежнему неплохо. Читается ли здесь второй? Но никак его нельзя было прочесть. Разве что навестись и перестрелять. Но, к сожалению, в голову не полетело. И теперь поляк, фику, 19-летний, для которого этот турнир принципиально важен, я убежден, собирается потащить клач. Но! У него нет ни гранат, у него нет ни китов, у него есть понимание лишь по одному противнику, а о другом он может лишь догадываться. Так что 4-0. И это меньшинство, которое Маус все равно конвертирует в победу. А вы понимаете, это оверпасс. И в атаке здесь каждый раунд очень важен и очень ценен. Так что тот факт, что Маус как минимум 4, а скорее всего 5-0 будут вести, уже сильно приближает их к победе. Ну, в теории, да. И тут еще один момент, что это их карта. Мол, если ты выбираешь свою карту, то ты за кт еще типа лучше должен играть. Но это все, опять же, теория. На практике же ОГ могут тоже там взять и пистолетку, и первый бай, как бы, довольно быстро. Те же 4 раунда, которые сейчас есть у Маус, добыть себе в актив. Но цель мышек, опять же, 8-9 раундов за террористов, удачная пистолетка во второй стороне, и взять карты оверпасс. Интересно просто, как ОГ вообще на оверпассе себя чувствуют. На Инферно вроде как более-менее играли, но пограли. А вот оверпасс вообще, не знаю, винрейты чекал, не чекал. Наши аналитики обсуждали наверняка. Да, я уже обсудил со зрителями, даже пока тебя не было. Получается так, что винрейты одинаковые, и количество сыгранных карт тоже 67% за 3. Ну, то есть 2 из 3 выиграно. Но Маус выигрывали Аутсайдерс и Клоуд Найн на этой карте, а ОГ дважды Ликвид. Ну, то есть Ликвид это не самый сильный игрок. А винрейт по сторонам ты еще не смотрел? Винрейт по сторонам нет. Но когда, как это сказать, когда выборка в 3 карты. Ну, возьмем ОГ, например, у них винрейт за КТ 60%. Что для оверпасса, ну не знаю, может быть чуть выше среднего. А у Маус, ого, а у Маус 66,5% за КТ. Причем, насколько я понимаю, Клоуд Найн и Аутсайдерс в матчах против Маус сами должны были оверпасс пикать. То есть что-то мне подсказывает. Ну, да, Маус начинали в защите против Аутсайдерс и против Клоуд Найн. Они тоже начинали за Дефенс. И это, наверное, это еще один плюс. В том плане, что сейчас Маус наведут 5-0 за атаку, а у них настолько сильная защита. Так что с каждым новым проигранным раундом ОГ будет все сложнее и сложнее. Ну, это уверенные. Уверенные 5-0 от команды Маус Спортс. Пока что все под их контролем. И тут уже Абдул негодует. Пока что карта явно не по сценарию, ребята, ЗГ. Прости, перебью. Я только сейчас заметил вот эту фишку. Там видел, как бы, таймер смока, как долго он будет длиться. Видел такое? Типа прям в смоке такой, как бы, кружочек. А я увидел кружочек, но я не понял, что это. Я думал, что это какой-то волхак нам показывает. А это, оказывается, таймер смока, я только сейчас понял. Начинает понемногу, знаешь. Ну, нововведение, видите. С одной стороны, Каэс транслирует уже там 10 плюс лет. Ну, почти, кстати, да. А вот сейчас в 23-м году будет 10 лет первому мажору. Осенью, осенью 23-го года будет 10 лет первому мажору. И, собственно, ну, иногда девайсы пропадают, да, правда, на GoTV. Да, это дефолт. Или какие-нибудь стикеры, которые витают в воздухе, знаешь. Но при этом в продакшн того или иного турнира, в частности, МКТОВИЦ, видишь, поработали и придумали новую фишку. Когда вы берете. Зрителю удобно смотреть, сколько будет еще лежать смок. Мы, как обычно, заговорились. Но пока мы говорили, команда Мау Спортса стеряла практически всех своих бойцов. Остается Фрозом последний против четверых. И автомат Калашникова, не знаю, сейвить или нет. Возможно, где-то Айвик лежит, а вот он лежит. И как бы, да, его надо взять и засейвить. Но это 5-1. Можем поздравить ОГС со своим первым раундом. Да, но фраг оформляет трипл. И Фрозен будет Айвик в следующий раунд пытаться уносить. Пока что стартовала и параллельная встреча. Ликвид выиграли пистолет на раунд. Ну и, наверное, там антифорс они сейчас тоже заберут. А ты вообще считаешь, это критически плохо для комментаторов, когда они немного заговариваются? Или это то, что можно простить? Или, может быть, это даже хорошо? Еще раз что? Ну вот, когда комментатор, ты сказал, мы заговорились, как всегда. Ты считаешь, это скорее плохо или это нормально? Если комментаторы заговаривают. Слушай, ну... Трудно сказать. Надо проводить опрос среди зрителей, потому что всегда смотрят разные аудитории. Если, ну там, например, человек, которому, там, 20, наверное, 7-8-9 лет, и он уже смотрит КС лет 5, то ему, конечно, интересно послушать разные истории. Им вообще интересно послушать нас с тобой, а не смотреть эту... Ну, типа, матчи он смотрит параллельно, видит счет там. У него стоит, там, 20-30 гривен своих. Как бы, ему интересно нас с тобой послушать. А есть, конечно, чуваки, которым по 15-16 лет, которые говорят... Что он здесь пропустил? О, ну, извини, я тебя перебью. Извини. Йо Фрак сделал минус, он этого не сделал. Йо Фрак еще один килл. Почему он этого не говорит? Он, Йо Фрак же два минуса уже сделал. Комендатор должен там сказать. А в дым как он вышел? Да эксо, красавчик. Ну, вот, типа, понял, да. То есть есть разная аудитория, разные зрители, как бы, кому-то так, кому-то этак. Но в целом, опять же, я когда смотрю матч, мне, конечно, какие-нибудь бородатые истории интереснее послушать, потому что так я и сам прекрасно вижу игру и понимаю, что происходит на экране. Ну, ладно. GDC и Frozen 2 в 5. Атака без бомбы. Ну, опять надо найти АВП, и, скорее всего, сейвить. Ну, и это классика для оверпасса. Очень редко здесь бывают ситуации, когда там после трех или пяти раундов команда атаки продолжает сноуболить, берет там 7, 0,8, а тем более 9. Всегда, наверное, вот этот плацдарм в виде 4-5 стартовых раундов для атаки, это как подушка безопасности, используя которую, ты можешь в дальнейшем адаптироваться и, может, даже, если ты будешь выигрывать там один из двух, из трех раундов, то динамика в целом тебя устроит. Так что счет пока что 5-2. Экономика еще на следующий раунд сохраняется у коллектива Маус. 3200, 3500. Но пока вот эти медленные раунды с проходами через длину, когда не проверяются по факту банальные позиции, вроде той же курилки, то, что обычно проходят или под флешку, или сплитуются с двух сторон в случае, если занят центр. В данном случае непроверка этой территории становится причиной яркой неудачи. И мы наблюдаем за неофрагом. Фактически два оружейных раунда, что выиграли OG, взяли они благодаря конкретно неофрагу. Красиво здесь он стрейфанулся, заставил торши промазать по себе. Ну и следом, конечно же, на этом промахе его добил. Так что счет 5-2. GDC. Ох, что это такое? Какая-то реакция была интересная. Снова нам показывают тайминг смоков. Да, да, да. Опять этот круг был желтого цвета. Ну, кстати, как ты вообще понял, что это тайминг смоков? Ну, это... Ну, понятно. Теперь это очевидно, но вручали, если честно, тяжело понять. Ну, я догадался. IQ200 получается, Кость. Да, тут хватает просто трехзначного, так скажем. 5-2. 5-2. И теперь уже последняя экономика для Маус. OG это тоже прекрасно знают. Ну, по-моему, все готово для такого сплита B. Довольно простенького. То есть, занято болото. Это Смоук накидывается... То есть, это Ксершин, и он откинул его через всю карту, аж под хэдшот на Аплэнд, чтобы он там раскрылся. Типа сбил Вижн вражескому снайперу. И... Ну, чтобы у него не было инфы, типа, близко, противники подошли далеко. А в этот момент выход резкий монстр. Гриль забирают на размене, и флешка, которую отбрасывали под Нексу, не работает, благо Флэймс уже третьим номером открывается здесь. И непонятно, почему Шорт выходил настолько долго. GDC, наверное, ждал от пика воды, но здесь он был бы намного полезнее выйти раньше и все-таки помоги своим тиммейтам пройти через монстр. Потому что он стоял и ждал, думал, третий будет на воде, третьего на воде не было. One more round для коллектива OG, и экономически ожидает Маус. Вот так просто. Слушай, такой вопрос. Как ты думаешь, Дегстер, когда придумал свой ник, да, в КСе, там, не знаю, первый-второй раз зашел и вот написал... Почему он написал Дегстер? Это он реально просто хотел, как Дегстер, но ошибся? Или это... Нет, просто он из Дагестана, и поэтому Дегстер. Ну, ты ника его не знаешь. Мне просто кажется, что он, как бы, тоже хотел себе ник Дегстер, но он не знал, что он пишется через X, и он написал Дегстер, и так вот остался. То есть, по сути, это два чувака с одинаковыми никами, на самом деле. Ну... Рискну не согласиться. Все-таки, я думаю, регион происхождения не имеет здесь значения. То есть, это как... Ну, это типа как... Как Дегстер. Ну, то есть, отсылка... Нет, так он же не Дагестер, Дагестан, ты говоришь. Да, но это отсылка... Ну, понимаешь, это когда, как бы, две идеи никнейма соединяются в одной. То есть, ты как бы Дегстер, но так как ты из Дагестана, ты вставляешь Дегстер. И получается такая интересная игра слов. Ну... Ничего, не понял, если честно. Ну, смотри, есть персонаж из сериала, там Дегстер, например, возьмем. Дегстер с лабораторией, или Дегстер, да, который маньяк. Да, да, да. Вот, предположим. И ты хочешь соединить регион своего происхождения с этим персонажем. И, соответственно, ты соединяешь просто Дегстер, представляешь Дегстер, потому что ты как бы дагестанец. И, собственно, вот это имя персонажа. Как еще объяснить? Я не знаю, если ты сейчас не помню. Типа Дег, Даг. Такая, ну, тяжело. Друзья, да. Не, мне кажется, он просто не знал, как написать Дегстер. Написал Дегстер. Как слышал, так и написал. Но надо будет потом у него спросить, интересно. Ну, а может быть, наши зрители знают историю Ника Дегстера. Может быть, ярый фанат Дегстера в чате. Он изучил до конца, от и до, скажем так, своего кумира. И, соответственно, сейчас нам поведает эту историю. Значит, тем временем, друзья, 5-4 в пользу мышек. Они взяли, напомню, 5 раундов и сейчас камбэк идет от ОГЭ. Мышки ставят первый тайм-аут. Им для того, чтобы поломать экономику оппонента, надо 2-3 раунда подряд. И сделать это теперь не так уж и просто. Интересно, все-таки выйдут ли они на свои заветные 7 или 8 раундов на оверпассе или ОГЭ закроет сторону 10-5? Это был бы идеальный вариант для них. Конечно, 10-5 закрыть сторону — это серьезно. Особенно, когда ты 0-5 проигрываешь. Но мауз не так просты. Я далеко не первый ховерпасс комментирую. С того момента, как они начали его играть, то есть вывели из перманентного бана, как раз сторона атаки у них не провальная. Так что еще один-два раунда. Мы закладываем, что они заберут. С чего начинается этот? Пока неторопливые передвижения по карте. Сидит GDC, просто фокусит коннектор. Ксершин здесь и на шары посматривает. То есть проверяет. Очень глубокая оборона у ОГЭ. Они находятся втроем. Только посмотрите, какая кучность игроков под B на радаре. С ними же отыгрывал и четвертый Flames. Хотя сейчас ему все-таки нужно вернуться под A, потому что в этом тайминге минута 0-5 до конца даже контакт-длина вполне могла бы от мауз быть. Кому-то на DL посматривать нужно. Да и Neofrag, по-моему, в своей точке может смотреть только одну позицию. То есть он фокусит внешнюю дугу, а по внутренней подушевым кто-то мог бы пройти. И, что примечательно, мауз действительно через дугу пока собираются двигаться. Frozen отрабатывает под B. Просто смотрит на монстра. На всякий случай вдруг кто-то бы поджал. Ну, а вот большинство игроков мауз будут проходить под все еще вот этот дым, который набрасывается с ямы на точку A. Neofrag и здесь радует выбором позиций. Неожиданных. Снова дает 2 килла. Видит в смаке третьего. Красавчик! То есть 3 уже получается раунда. Он взял буквально своими усилиями четвертый килл. Оформляет у нас этот чех. И Frozen оказывается 1 против 5. 16 секунд. Контакт-выход проваливается полностью. Пятый для OG. И снова Эко должны играть мауз. Да, мне кажется, что со следующих раундов они нарастят темп. Уже не будет таких выползаний по одному, которые откровенно пока не работают. Мне кажется, что мауз коллектив, который в состоянии играть быстро. Костя, а как тебе такой комментарий? Вот его, правда, удалили. Но человек, мне кажется, знатный тролль. Ты хочешь его прям очень прочитать, давай. Очень хочу. Сеня русофоб реально. Пытается унизить Абдула на фоне того, что тот английский не знает. Ну, ты понимаешь, Абдул из Дагестана, а Сеня русофоб. Ну, Дагестан и русский как бы. А Сеня русофоб. Ну, это реально очень смешно. Я не знаю, честно, у меня нет идей, как на это реагировать. Сейчас очень в смешанных чувствах на чат ты повеселил. Ладно, продолжаем смотреть. Друзья, 5-5 у нас, собственно, счет в этом матче. Первые арморы и пистолеты у Мау Спортс. Они сейчас, значит, знают аккуратненько на степе проходить бананом. И причем, если бы GDC не погиб, то у команды мышек был бы очень хороший вариант выйти под аплент. На самом-то деле их там не очень сильно смотрели. Дело в том, что теперь неофраг действует через спину. Декстер падает моментально на банане. И тут уже, по-моему, ничего не светит. Фрозен последний один против четверых. Так, прилетает флешка под ступеньки. Фрозен стоит у нас... Ну, понимаете, слева должен быть оппонент, но при этом возле бункера тоже стоит соперник. И спину, ну, пока не поджимает. Но в любом случае сложно. Фрозен, 1-4, забирает флейм за. Сейчас пикает бомбу. Кстати, причиню его снайпер, и на тень. Но нет. Абдул как раз таки с авиком забирает Фрозена. И счет становится 6-5. И это уже 6 подряд. И пока твой прогноз на, например, 10-5 все еще жив. Все-таки OG до старта этого матча были немного, по-моему, впереди по коэффициентам. Ввиду того, что... Ну, они сыграли банально больше турниров. Они играли и власт, партнерами которого они являются. Ну, а что касается Маус, 12 недель. У них не было официалок. Расстреливается здесь и Декстер. 11 на 4. Заезд под флешку. Но вот тут у него фрага немного спрей повело. Именно он должен был давать первый килл. Немного не хватило. Поджим коннектора. Неприятный фейл для Флеймза. И под торжи подставляется Декстер. Как только OG решили какие-то поджимы инициировать, Маус их за это начали жестоко наказывать. Когда OG запирались, ну, по-моему, получалось это на порядок лучше. Тут Декстер. Ой, как он сливает бомбу. Но Нексер, правда, сейчас погибнет в ответ. Следовательно, все, что нужно, это пройти поляка Фику. Увидим, что он будет делать в этом клатче. Открытие под вражеского авика. А вот и 6-6. Ну, примерно по тому сценарию, который мы нашифровывали. Все идет. 5 раундов по старту Маус взяли. Потом, да, отдали 6 подряд. Но это не все, на что они способны. Тяжело, тяжело ребятам из OG. А что там у Liquid? У Liquid пока 4-1 ведут. Уже сейчас будет пятый раунд. Эх, жаль, конечно. Такой шанс был у монголов, представь, 9-2 вести и проиграть. Очень жаль. Очень. Очень да не очень. Но тем временем у нас в этом матче 6-6. 3 раунда остается до конца первой половины. Мышки все так же хотят, ну, все-таки победить в первой стороне. И на самом-то деле им бы два подряд тогда последний будет играть против Форса. Но, опять же, сделать это не так-то и просто. Бомба осталась на монстре. Два игрока на зиге, два под Б. В принципе, база атаковать точку Б у них готова. Они могут сейчас раскидывать гранаты на точке Б. И, в принципе, два человека. Далеко не факт, что с ними справиться. Неофраг, правда, поджал сейчас фонтан. Если честно, непонятно, что делал Ксершен уже с такими таймингами на фонтане. Мог бы, в принципе, подойти к ребятам, помочь им какими-то гранатами умирать. Точно не стоило. Подсадки, кстати, делают фику. И можно начинать атаку на Б. Но дело в том, что они не в курсе, что на Б всего лишь один. Поэтому думают, что, скорее всего, можно еще как-то разыграть. Хотя вернулись на монстр. Теперь летит флеша на Нексу. Тут полностью слепой. Пускает спрей в никуда. GDC уже третий минус. В малых песках находится Абдул. Он играет с АВП. 66 хп. АВИК реализовать он не смог. Собственно, его тезка делает минус. И Неофраг 1 в 4. И вот такой вот раунд от Маус Порс. Хотя начинали в меньшинстве. Но очень круто отыгрывает JDC. Видна структура в том, что сейчас показывают Маус. Видна работа с гранатами, с ютилити. Возьмем в пример тот же выход через монстр. Сначала флешка залетела на чувака на гриле. Вот на этого. Все это от Декстера, от Капитана. Дальше на Декстера, который уже стоял в позиции. Значит, на воде. Также залетела светошумовая граната. Из-за этого он не сумел извлечь хотя бы размены с данного раунда. 7-6. И вот Маус поняли, что им нужно делать и каким образом заходить на Б-плэн. 7-ой они берут. Что с деньгами? Денег хватает на один раунд. Учитывая, что у нас осталось 2 до конца первой половины. Можно даже закладывать, что сторона уйдет коллективу Маус. Так, кулачки от Руго. Я слушал, вы там фейлили с кваном про него слегонца. Что задача его кулачки отбивать? С кого вернул фейлили еще раз? Да, не парься, забей. 7-6. Повтори, повтори, повтори. Проруга, проруга. А, то, что он находит... Это шутка была. Заезжает неофраг пока под флешком. Извиняюсь. Просто так показали. Торша отвечает по неофрагу. В итоге 4-4. Это так показали. Там был тайм-аут. Там прошло 5 секунд, а потом показывают тренера. И так стакается, что такое впечатление, как будто только взяли тайм-аут. А он уже мпчу не отбивает, понял? Все на этом закончилось. А так-то, ну, понятное дело, что тренер он неплохой. И уже сколько на просцене, сколько команд тренировал. То есть постоянно мы его видим на протяжении последних 5 лет. А Фику падает. Точнее делает 2 минуса. Отъезжает Фроузен. И по итогу счет 7-7. Но все равно неплохо. Все равно неплохо, несмотря на отдачу этого раунда. В прошлом там выживало 4, по-моему, мышек. Поэтому напоследок у них деньги будут. Поэтому план сайны бай двух команд в конце первой половины. А мы же пока не можем не напомнить вам про сайт CoverGG. Сайт, на котором вы можете, во-первых, узнавать счет раньше официальной трансляции, отключив режим без спойлеров. Ну и, конечно, главная цель этого сайта — познакомить вас с исчерпывающей статой по картам, командам, турнирам, игрокам и прочему. Переходите скорее по баннеру в описании и узнавайте, кто победит. Декстер разводит его красиво на выстрел. Не ваншот от снайпера коллектива Маус. Декстер решает репикать, и это решение оказывается полностью оправданным для него. Дальше под мидл поджимается на офраг. Дает один килл. Этого, возможно, недостаточно. Декстер на красных ливнул, чтобы найти... Ну, чтобы, во-первых, сохранить свою жизнь, а во-вторых, попытаться найти возможность еще на килл до того, как его бы разменяли. Так что пока это инициирование перестрела Катуджи можно назвать успешным. Декстер просто убегает. 14 на 6, к слову, статистика у него. Чувствуется, что раньше он играл в Spirit, то есть в команде, которую Верпас считала не основной, может быть, своей картой, но одной из, которая активно поигрывала эту мапу. 3 в 4 нужно искать слабую зону на карте. И Маус предпочитает идти на Б. Что любопытно, там откатывает лишь Фику, и тот стоит где-то в халпе. В случае чего будет ожидаться товарищей. JDC. Тайминг. Вроде как хороший сложился для Флэймса, потому что JDC развернулся. Но нет. Немец перестрелял своего противника. И теперь 3 в 3. Под флэшку проходят Нексу. Фику сидит на воде. На него наскакивает Фрозен. Достаточно просто поляк с ним справляется. Но тут уже фактор большинства, в котором Маус заходили на этот плент, решает. И Декстер на 16 ДКП. Один в один, кстати, остается. Шансы у него не нулевые. Но и не впереди он явно по ним. JDC поджимается под девятку вторым номером. И проверить такое для Айвика будет очень тяжело. А даже если проверят, намного ли от этого легче. То есть тебе нужно выползти. Твой ствол видно сразу. По тебе мгновенно начинают спрей. В общем, шансов тут очень мало. Да, шансов тут очень мало. Восемь-семь. Первая половина уходит команде Маус. А мы напоминаем, что агрессия, развязанная Российской Федерацией против Украины, Северенного государства, продолжается. И это, конечно, чудовищно. Мы, студия Майнкасса, вместо сервисом Донателло собираем средства. Уже больше двух миллионов гривен собрали на помощь пострадавшим мирным жителям и вооруженным силам Украины. Мы верим в победу Украины и надеемся, что... Желаем, чтобы в ближайшее время российские войска убрались с чужой суверенной территории. Поддерживайте Украину. И если там не деньгами, то, пожалуйста, добрым словом. Не пишите нам ничего плохого. Пишите что-то хорошее. Не позволяйте злу себя сожрать. Да и просто помните, что победа Украины – это победа нормального, адекватного человеческого мира. И вот этот старый... Отпустим плохие слова. Вася в бункере должен уйти. Уйти навсегда вместе со своей криминальной группировкой. Друзья, уходим на перерыв и продолжаем смотреть этот матч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как первый, так и во второй половине Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Другие комментарии ты что, затащил раунд жесткую пятюню. У нас в подвалах, как говорит ухо, были люди, которые давали так пятюню, что у тебя рука болела потом, понимаешь? Просто болела рука, но она у тебя болела, это была приятная боль, и ты как бы брал эту мышку и дальше тащил, и как бы стремился вперед. А вот это вот кулачки, это чисто, ну вот я не знаю, это для этих, как это? Для неженок, типа? Ну это, в общем, я не знаю, когда это вообще пошло, это реально не о чем. Ну с пандемии, наверное, с пандемии, когда может быть хорошая конкретная пятюня, вы взяли раунд, ты вложился в раунд, выиграл ситуацию, вы крикнули и отбили друг другу пятюню. То есть это было точно не просто так, вот самый главный момент. Кулачки это чисто вот какая-то формальность, вот ты вот тут надо, вот кулачок дай. Вот, 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 пока здесь центр, Декстер находит килонекса в размине, я просто у тебя как бы к этому и спрашивал, к этому и вел, что не надоело бы после каждого раунда, типа, знаешь, там 30 за карту давать эти кулачки, там, выиграл ты проиграл, неважно. Это реально превращается в какую-то ретину, словно ты уже должен. Это твоя обязанность. Торше под развеивание смока пока что на курилке, ну, из-под курилки на центре находит Флеймза и хороший плюс разменивается для себя Маус. Хотя у них остается еще экономический запас, думал, они сейчас вообще в ноль будут тратить свои деньги. Но нет, сидит Торше. Сейчас полетят гранаты, он дает Хаешку, Хаешка да, Хаешка позволяет ему в нормальный плюс разменяться, то есть она как раз и добивает Фику. Выход от Декстера и важнейшую перестрелку он только что проиграл. 17 секунд до конца, Некса пытается сюда зайти на точку, но у него уже и в спине противник. В общем, 11-8 и эта феерия камбэка от OG долго не продлилась. По факту сколько раунд. И на этом все. Закрывают их с все большей и большей интенсивностью. Так вот, я спрашивал, я как раз к этому. Может быть, может... Да, да, это так и есть на самом деле. Эти кулачки на самом-то деле можно давать, можно не давать. Но когда ты берешь реальный раунд, тогда надо поддержать. Прям пятюнями, как Текстеру сейчас раздает или Чоппер, да? Не, ну я же говорю, вот в особо жесткие ситуации я вообще вставал из-за компьютера и кричал. И каждому бежал, каждому тиммейту бежал, давал пятюни. И это делал не потому, что типа вот так хочу. Это машинально настолько был эмоциональный всплеск, да? И как бы это заряжало, точнее, меня это разряжало, а тиммейтов это заряжало. Вот и все. И это так, наверное, и должно работать. Ладно. Декстер тем временем забирает торши. В меньшинстве защита. Счет, например, на 11-8 карта команды Маус. Играют они за дефенс. Но, опять же, раунд очень важен для двух команд. В частности, для ОГЭ, потому что с этого момента еще можно как-то нормально откомбетчить. Плюс они в большинстве. Коктейль молотого на лонг атака пока пройти не может, но при этом с Аплентом большие проблемы, мне кажется, могут быть у Маус Спортс. Флеймс чекал спину, забирает Декстера. На Апленте два игрока, третий подтягивается, но, по-моему, они уйдут на сейв и все-таки готовы этот раунд отдать. Поэтому счет станет 11-9. Да, но, конечно, с подсейвом, с передропами будет еще вполне неплохой бай. Пока ОГЭ, в отличие от Маус, которые частенько заходили на Б, целенаправленно давят именно А точку. Двигаются туда разными путями и разными таймингами, как это в первом раунде, в первом оружейном, который ОГЭ выиграли, было до контакта. Сейчас, например, массовая длина. До этого была неудачная попытка пройти через дугу. Ну, в общем, разными способами, но ОГЭ пытаются все-таки давлять на Апленд. И может это даже имеет смысл. Может это целенаправленная игра против Декстера, например, в котором они не вполне уверены. Не знаю. Частенько бывает так, что какая-то команда, играя под слабые, по их мнению, звенья у противника, ну, просто давят на эту точку, где там сидит, по их мнению, слабый игрок. Ну, пока нам демонстрируют, что один в один. Ух. Ну, что, что, монголы возвращаются? Там скор 18 на 7. А, у него времени нет. Декитован не успел. Ай! Как так? Даже такой раунд проиграл. Не просчитал таймингу на скор. Ну, жаль, жаль. И, наверное, реальный шанс был на Инферно. Нужно было его с 9-1 закрывать. Нужно было. Да не, ну, к IHC там претензий никаких. Они уже герои. Хотелось бы, конечно, чтобы они там подальше зашли, но знаешь, все-таки мы живем в реальном мире, и надо понимать, что... Ну, вчера мы это с тобой обсуждали, на самом деле. Не бывает, знаешь, таких вот прям чудес, когда команда из подвала, грубо говоря, ведет и там выигрывает турнир или там в топ-4 заходит. Ну, в топ-8 тоже я уже давно не помню. Слишком, как бы, развитая сцена, большие деньги тут уже замешаны, чтобы... Ну, в плане, зарплаты тренировок, чтобы там кто-то выигрывал. Торше отлично отыгрывает с авиком на банане. Декстер минус Торше. Но пытались повторить ОГ выход по банану, который они уже делали в первом байраунде, но в этот раз их расконтролили. Так вот, слишком большие деньги замешаны, и, соответственно, ну, ты зарплатой в тысячу долларов, там, условно, как бы, переиграть команду, которая зарабатывает 10 тысяч, можешь, да, вот как фурию. Но если брать началом, конечно, всю сцену, то сделать это очень тяжело, потому что все-таки люди зарабатывают эти деньги не просто так. Они реально и тренируются, и штат аналитиков, и тренер, и все-все-все. Ну и плюс постоянные праки, вот это самое важное. То есть, если бы ОХС был доступ к тренировкам, как у тех, с кем они играют, это там Ликвид и Ижи с ними, то через полгода, возможно, команда из Монголии себя бы нормально показывала и заходила бы струбить. Да, но пока, пока против Ликвид у них тоже не клеится. Что-то фейспалмит на офраг. Решили взять небольшую паузу, но подумать у нас ОГ, ну, скорее всего, они. Ну и Секрон, которого, как мне кажется, незаслуженно не номинировали на тренера года. То есть, номинировали СОУ, ну, вот этот тренер коллектива Энс. А вот Секрон остался в тени. Хотя, именно он начинал как тренер Академки Маус, которая на минуточку четырежды была чемпионом Академки. Ну, по-моему, с ним как минимум дважды. Потом он, вот большинство игроков как раз оттуда перешло в основной состав. Он стал тренером с основным составом. Пошли хорошие результаты. Ну, и как-то незаслуженно про него забыли. Ластбай для ОГ. Ну, и, по сути, наверное, последний реальный осязаемый шанс на возвращение. Ведь, если они его садют, денег уже не останется. Особенно без бомб Маус выйдет в защите на оверпассе на 14.9 и уже, учитывая статус победителя на первой карте, делом техники, будет это доиграть. И очень здорово, что Флэм сейчас находит возможность для одного кила. Фрозана сносят вторым номером. Вот он размен. Три в одного. Хорошо ОГ заходят. Сопротивляются. Есть у них способности к подобному. Ну, и все, что остается Маус это сейвить. И то не факт, что им дадут. Посмотрите на Неофрага. Он уже открывается со стороны длины. Едва бомба была установлена на противоположной точке. И будет ретейк. Торши. Хорош Торши. Он был сконцентрирован. Знал, что это в спине вполне может быть в такой ситуации. И это, скорее всего, позволит ему нести авик. 12.10. Не хотят ОГи сдаваться без боя. Ну, слушай, как сдаваться без боя 12.10. Так-то. Че сдаваться. На самом деле два раунда берешь, потом какой-то перелом, там, не знаю, мораль, все дела, и вместо кулачков пятюнь. И все, выигрываешь карту оверпасс. Как-то мы обсуждали, ну, лично я, для себя, да, для меня очень похожи команды. И, если честно, ну, реально, счет-то не 12.5, не 12.4, 12.9, 12.10 уже. Тут два сейва, два дропа. Если сейчас ОГи возьмут все-таки раунд, там, придумают что-то и возьмут раунд, у них все шансы, в принципе, или допы, или победить. Да, как бы, наверное, там, 60 на 40 или 65 на 35 сейчас я дал на команду Мау Спортс, но 35%, согласитесь, это тоже довольно высокий процент, соответственно, все может быть. Но, опять же, с другой стороны, если мышки возьмут два раунда, то, как бы, 14.10 и нет денег. Тогда это, скорее всего, ОГГ. Ну, поэтому посмотрим, интересно все-таки, ОГГ соберутся или нет. Дело в том, что, если ты планируешь выигрывать, ну, рано или поздно турнир, или заходить в высокую стадию, то тебе надо показывать характер. Вот что главное в кейсе, всегда главное, особенно на супер-высоком уровне. То есть, ты можешь готовиться, тренироваться, там, тактики, тактиками, но тебе надо, знаешь, реально гореть этой победой. Размен произошел, Неофраг забирает Декстера, Торши, теменем, на банане, точнее, внутри туалетов, слышит слева от себя оппонентов, но, опять же, АВИК в этом смысле не очень хороший девайс. Зум слышно было, Торши промахнулся, Декстер, Декстер, забирает Роузена, теменемем Торши, буквально был полсекунды от того, чтобы забрать игрока, который ставит бомбу, и не получилось. А еще один раунд для ОГЭ 12-11. Опасно, опасно у нас Торши играл. Интересно, самое, наверное, что его тиммейт сделал стартовый килл и должен был дальше обеспечивать прикрытие, но из-за того, что надался на размене, Торши остался фактически в окружении, и, конечно, это не позволило ему сыграть, хотя, конечно, такая попытка от него была. И промахнулся по дуге, и едва ли не забрал плентящего бомбу, и все вроде бы нормально складывалось, но вот-вот атака на оверпассе, в которой ОГЭ просыпаются, в которой маус были неплохи, в которой и ОГЭ наконец-то что-то нащупывают. Дальше даже... Ага, во-первых, ксершин подорвался, и немного комично видеть это, потому что должна быть какая-то практика, и понимание радиуса действия взрываемой бомбы. Но это уже ладно, это уже отдельный момент. Ну, а во-вторых, Эка, наверное, играть все равно придется. Итак, наблюдаем за повтором от Торши. Он думал, что его сейчас будут пикать, он знал, это наводка. Почти. Не хватило, как это часто в Counter-Strike бывает, полсекунды, чтобы дать фраг. Распикали его нормально, и теперь экономический для маус. На 12-12 мы на минуточку вышли. И, может быть, увидим третью карту. Что, наверное, было бы очень ожидаемо в подобном матчапе. Маус, который непонятно в какой форме у Джи, которых мы уже видели, близкие по стилю, по духу коллективы, и тот и другой, ну, можно сказать, международные миксы. Не можно сказать, так оно и есть. Оба где-то барахтаются на Тир 1,5-2. Одни восходящие звезды, вторые уже чуть более устоявшиеся. Следовательно, наверное, 2-0 здесь закладывать было тяжко. Подходит неофраг на длине, вплотную, где-то флешки должны поехать, замечает вовремя соперника справа от себя, дальше на длине раскрывается дым, в него пушить ОУДЖи не рискуют. Прячется торш, но его здесь по-любому должны фокусить. У него даже попали, и сам он это понимал. 4-2. Ха! Красивый фраг. Респекта. Наконец, 12-12! 4 раунда до победы. Да, и вот, собственно, видишь, карта оверпасс, на которой у мышек вроде как все должно быть под контроль. И счет был в какой-то момент в ОМ-28, уже выглядит не так безапелляционно. И уже, наверное, даже не 65 на 35, да, там, 55 на 45 или 60 на 40. так что... это такое. сейчас будут, правда, полноценные бай, и опять же, мышкам надо постараться взять два раунда подряд. Если возьмут их, тогда снова все меняется в их сторону. Но, тем временем, флеймс забирает ксершина через смок, и ОГ начинает в большинстве. И еще один фраг от Абдула. Да, все ближе и ближе здесь третья карта с такими-то разносами на центре. Падает под натиском Декстера ксершина Торши. А вот Декстер. Во-первых, его здесь фокусят на коннекторе, понимает Декстер, что если такие были глубокие под джимом, может, где-то неподалеку. И третий должен быть. Тем более, он посмотрит на коннектор еще по той причине, что пока там никого из его тиммейтов нет. Часто бывает так, что игрок атаки движется сюда в конн и потом своим тиммейтам помогает мидл сплитовать. Сейчас ситуация несколько иная. Один игрок у ОГ находится под монстром под Б, ну, а четверка выходит на центр. Как-то с дилеем реагирует здесь Декстер. Да, шансов у него выжить не было. Очень просто. Очень просто, пока в атаке, особенно по последним раундам, ОГ разматывают маус. JDC забирает Флеймза. 40 секунд до конца. Напомню, бомба не стояла. Атака идет на Б плент. Как бы, окей, пацаны, вы вчетвером, но это все-таки риск. Под него фрагу попали, 50 хп, за бочками. Там прячется у нас Фроузен, который видит одну спину, вторую спину, третью спину. И просто теперь сейчас размотает всех, но нет. Нексус реагировал по инфе игрока, который ставил бомбу, потому что он, когда ее ставил, развернулся. И он как бы увидел, умер, но дал инфу за пол сейки до, так сказать. Если бы он ставил бомбу и не разворачивался, то реально бы погибло бы два, а то и три игрока. Ну что ж, 13-12, ОГ выходит вперед и снова мышки делают эко. Как не хватило здесь хп? Может быть, я не знаю. Хотя хп бы его, может быть, не спасло. Нексус все-таки с калаша сделал этот килл. Но что-то тут не хватило. JDC. Фрозен, конечно. Ну, пытался максимум извлечь, что-то тут и сказать. Хотя в таких ситуациях обычно стараются забирать не плентера, а кого-нибудь другого. Ну, потому что игрок с бомбой вынужден будет или ставить ее до конца, или прекращать установку и выхватывать девайсы. Все это будет стоить времени. И почти наверняка это будет твой второй килл. А если ты начинаешь убивать его сразу, то игроки вокруг тебя реагируют на это намного быстрее. Пока показывали нам сколько-то. 12-5 там было, да? В пользу Liquid. Да, да. 12-5. Увы! Близки были монголы, но сказки пока не случилось. Так вот, возможно, надо было GDC и может даже обратить на это внимание тренер коллектива Маус. То, что вот в следующий раз через года полтора, когда такая ситуация у него на сервере возникнет, надо будет забрать кого-то другого. Три хаешки отправились пока под фанеру. Вот там в таких таймингах редко кто-то сидит. В общем, ЭКО и 14-й у GDC должны забирать себя. А там выход и на Десайдер-карту. Ну, пистолеты при этом сейчас в команде Маус-Портс. По сути, на 14-й ОГ должны выйти без шансов и будет последний тогда уже шанс откомбетчить с хорошим полоценным баем. Торше подошел, увидел тень, забрал Неофрага, у него появляется калаш, а вот это уже интересно. Ксершен вышел на Декстера, забрал его, тем временем Некса отыгрывает Сака из ямы минус Ксершен. На детской площадке остается один из игроков защиты. Авик на фонтане заставляет Нексу здесь оставаться и это риск, но он все-таки забирает Декстера. Объединяется с своим тиммейтом, который вышел из туннеля. Оба игрока находятся в начале Банана и, наверное, пойдут на А, но хотя время еще есть, 29 секунд. Флеймс пришел к ребятам, но при этом в спине Фроузен и вот это опасно. Фроузен сейчас должен сделать килл, но нет, Флеймс, как же четко развернулся. Фроузен падает по итогу Джей Ди Си и Торше. Торше сделал килл, бомба выпала, 12 секунд взять ее, кстати, неудобно, коктейль молотова горит, бомбу все-таки взяли, бомба ставится на контейнере, Джей Ди Си в спине, а Торше пока ничего сделать не может, Джей Ди Си не сразу летит с дигла, но получилось, Фику остается в ситуации 1 на 1 против Джей Ди Си и уходит в хелпу, но при этом бомба, напомню, на контейнере. Фику вернулся, кстати. Джей Ди Си подходит на спину, берет калаш, но все-таки Фику должен такое тащить. 14-12, ОГ в двух раундах от победы. Хорош, поляк, хорош, важный раунд берет для своего коллектива и действительно, если не со следующего раунда, то уже к третьей карте мы будем понемногу двигаться. Ею, кстати, станет Дэмираж, который и Мауз достаточно много там играли в прошлом сезоне, ну, ОГ. Кстати, так себе, то есть сложно их сравнить с ОГ образца, когда там капитаном был Олекси Би, ну, когда там Вальдо был, вот этот весь составчик, потому что это чуть ли не там не единственная хорошая карта была, может еще Инферно. Ну, а сейчас пусть наигрыш и большой, 8 карт, однако 38-процентный винрей, что согласитесь, мне очень впечатляет. Декстер уже наполучал урона, 3 четверти хп он слил, но все равно не теряет надежды поймать кого-то через шорт. Флешка мгновенно реагирует на это Декстер, килл от него есть, на коннекторе отыгрывает Декситер, капитан команды Мауз, и пока все внимание было отключено куда-то в сторону шорта, австралиец спокойно вывел свою команду вперед. Здесь же Эдисин, но играл скорее просто на инфу, на проверку, ноуфраг появляется из Кона, теперь шансы уравниваются, 3 против 3, и JDC поднимает, ему нужен какой-то шанс, какая-то возможность, поджимается под монстр поближе, проверил короткий, сюда набрасывается дым со стороны точки А вообще, наверное, торши, да, наверное, сейчас один дал, а второй как бы потратил, второй потратил на дугу, 45 секунд, ну и в этих обстоятельствах УДЖ пойдут на Б-плэн, вопрос лишь в том, как здесь правятся JDC и Фрозен, 3 в 3, стоит контроль, это один игрок Зиг, пролетел смачок на боку, он коктейль Молотова на бочку, атака подходит через монстр, неофраг важнейший сейчас человек в этой связке, Фрозен заметил монстр в Даланфуд, GDC от этой инфы отталкивался, пошел оттыкать, но при этом падает от Некса, в итоге Фрозен пока один, 7 секунд до конца к нему подтягивается торши, бомба установлена, Фрозен пока никого не видит, хороший смок отсекает его собственно от Вижбана, тем временем торши все-таки сумел забрать фику, ситуация 2 в 2, занял плент у нас один из игроков защиты, проверяет Зик, хорошие позиции на самом-то деле у атаки для этого расклада, остается Фрозен последний против двоих, играет за колонтой, выход на него, Некса ставит хедшот, и вот они ОГ, друзья, важнейший раунд на этом этапе игры, денег, мне кажется, крайне мало сейчас у защиты, и мышки свой пик могут проиграть. В защите, но в оверпассе проиграть свой пик, только вдумайтесь в это. Хотя, это не первый ховерпасс в подобном ключе. С другой стороны, винрейты мы уже обсуждали, 60% за КТ-раундов в рамках трех отыгранных ховерпассов за последние три месяца набирали здесь мышки. Да, не может, возможно, Фрозен так поудобнее усесться, но не так давно он подписал длительный контракт на несколько лет с коллективом Маусом до 24-го, что ли, года 25-го. Так что пока эта звезда коллектива Маус на месте. Еще раз кулачки. То есть, я правильно понимаю, что Руга раздал их после выигранного раунда и перед тем, что будет сейчас очень странно. То есть, у тебя есть одна пауза, ну там, фриз тайм плюс тактический тайм-аут, и ты раздаешь сначала раз кулачки и потом два. Возможно, Руга главный фанат такого подхода попытался Декстер спрятать авик. Решили ОДЖИ, что он им не нужен в этом последнем раунде за атаку. Будут играть массово через коннектор. Здесь Фрозен. Иксершен готовит ему флешку. Вот эту флешку будет открываться Фрозен в случае чего и спокойно забирать кон. Итак, нам пытаются показать этот момент, его как бы поймать. Вот, поехала суета. Молотов, флеш и Нексу урабатывает Фрозена. Нельзя сказать, что свитошумовая не сработала. Скорее, Некса был очень хорош. Здесь же поджим от Ксершена, он палится. Попадает по Нексе. Но сербский игрок по-прежнему живет. 5 в 4. И вот размен Тороши. Просвет Смака находит ноуфрага. 4 в 4. Сложнейшая ситуация для команды Маус. Им, собственно, нужно тут тащить. Камбэщить потом еще два раунда подряд. И на допах возможно опять же выигрывать или все перейдет на третью решающую. Или сейчас все закончится. Два игрока на Б-пленте, два на Банане. Полетела флешка. Спалили игрока, который упал в малые. На бочках никого. Ксершен забирает Флеймза. Ошибка от Декстера. Явно теперь надо было бы гранатки вот такие докидывать, конечно. Если есть коктейль, есть смог. Почему этим сразу не воспользоваться? Но по итогу падает Фику. Остается Некса один против четырых. И это 15-13. Важный раунд. Еще из меньшинства выигрывают мышки прямо здесь и сейчас. Да, Некса также падает. Допы, допы, допы. Посмотреть между этими командами тоже было бы интересно. Фрозен пока что-то обсуждал с судьей. И вот он тайм-аут. Ну, или техническая пауза. Показываем пока что за Ксершеном. Которого здесь поменяли на Бимаса. Ксершен это тоже выходец из-за Кадемки. Ну, и Маус мотивировали это тем, что Ксершен очень высокого уровня игрок, им интересовались другие клубы. И выбор был такой, что или Ксершена требовалось бы интегрировать в основной состав или отпускать на вольные хлеба. Так сказать, Маус не хотели упускать такую возможность такого алмаза неограненного отдавать в какую-то другую организацию. Так что решили просто сберить Бимаса и вместо него посадить Ксершена. Таким образом из Академки у Маус вместо двух игроков было уже, ну, не было, а есть уже три. Наверное, после Навиджу-Йор самая успешная Академка. Не, точно. Из всех, которые были. Но, опять же, успешная после Навиджу-Йор, потому что ты считаешь по игрокам, которые сейчас на про-уровне, а не по, например, выигранным турнирам. Там же были турниры между Академками. Да, ну, во-первых, ну, по-общему КПД, да-да-да. По-общему КПД для организации, для материнской. То есть Нави заработали на своих вот этих игроках, став и и титулы, и, конечно же, финансы сами по себе. А вот Маус просто сэкономили на игроках и все равно собрали сеть тир-1-1, тир-1, полтора уровня команду. Что тут происходит? Размены на длине плюсовые находят OG. Со скаутом, обратите внимание, играл Декстер. 21 на 15, но фракши снесется первым, разбрасывает свои гранаты, Ксершен ловит неприятную флешку, но Фрозен здесь же за сайтом находился. И пока Декстер был отвлечен куда-то в сторону Кара, здесь 48 секунд до конца, Фрозен его уработал. Нужен хэдшот у Фику, не летит из последних сил, он сопротивляется вместе с Флеймзом. Выходит вперед, однако GDC уже здесь, нужно подбирать бомбу. Строгий хэдшот от поляка, 1-1, 1-1, и OG сравнивают счет. У нас будет мираж. Это хорошие новости для нас, как для зрителей так точно. Слушай, но неожиданно на самом-то деле, да? Да. Потому что, собственно, как бы взяли вражеский пик, потом оверпасс, проигрывали 8-7 за мышками, и в какой-то момент 12-8 счет, как бы, за КТ, все, закрывай, делай... и в какой-то момент неожиданно. Продолжение следует... Продолжение следует...